Шестеро военных пострадали в результате умышленного наезда в окрестностях Парижа. Кто пытался задавить солдат и был ли это теракт, выясняла Татьяна Лагунова. Инцидент, который власти Франции склонны квалифицировать как террористический акт, произошел недалеко от Парижа, в городке Левалюа-Перре. Неизвестный на черном БМВ припарковался у казармы, и когда из здания вышла группа военных, завел автомобиль и начал давить солдат. Вот что рассказывают очевидцы. Утром где-то около восьми часов я услышала шум и вышла на балкон. Я увидела лежащих на земле солдат. Один мужчина, очевидец, кричал, вон эта машина, она уезжает, преследуйте ее, бегите за ней. В результате наезда пострадали шестеро военных. Все они сейчас находятся в местном госпитале. Травмы у солдат тяжелые, но их жизни ничего не угрожает. Нападавшим уже удалось скрыться с места преступления, но спустя несколько часов его задержали на одном из автобанов. В спецоперации были задействованы как полиция, так и антитеррористическое подразделение прокуратуры Франции. Нападение на солдат, которые защищают жителей Франции, отвратительная атака. На них напали утром, когда они покидали казарму. Давили, не давая ни малейшего шанса. Их застали врасплох. Все пострадавшие солдаты входили в состав подразделения под названием «Караул». Его создали два года назад после нападения на сатирический еженедельник «Шарли Эбдо» для патрулирования улиц и обеспечения порядка. Сегодня утром группа как раз направлялась на плановое дежурство. Татьяна Лугунова, Павел Лысенко. Подробности Европейское бюро телеканала Интер.